Вторая глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 12 стих. Итак, этот отрывок начинается со слов апостола Павла о том, как нужно жить по-христиански. Догматическое предыдущий отрывок мы с вами прочитали. Апостол Павел подробно изъяснил, что есть жизнь в Христе. Теперь он не то объясняет, что, собственно, есть христианская жизнь, а о том, как именно нужно вести себя, чтобы быть, как он дальше говорит, светилами, как сиять в мире подобно светилам. И вот здесь с этого 12 стиха это и начинается. Вот начинает он со слов возлюбленные мои, то есть этим, как он показывает, что они так дороги его сердцу, именно поэтому для него желательно, чтобы они были совершенными. Вот. И далее он говорит, как вы всегда были послушны не только в присутствии моего, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. То есть мысль та, что вы должны слушаться моих слов не только когда я при вас, то есть не только из уважения ко мне, но и по тому самому, что эти слова сами по себе ценны. То есть не, если бы я был у вас, и кто-то мог сказать, они слушаются Павла только потому, что это из лицеприятия, что как бы не могут ослышаться учителя. Как только учителя удалился, так ученики начинают резвиться. Нет, вот как раз он здесь, то есть всем понятные мысли. Вот, то есть когда учителя нет, ученики ведут себя прилежно и тем самым доказывают уважение к учителю. То есть мысль очень простая. Вот. И далее он говорит, содевайте свое спасение со страхом и трепетом. И что от них, собственно, требуется? Совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Выражение со страхом и трепетом, эти слова находятся уже в псалтире. Например, 2 Псалом, 11 стих. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. То есть, скорее всего, это парафраз, да? Господин Павел эти слова использует. Вот. Мы часто, как бы, считаем, что страх – это недостойное рабское состояние. Вот. Но в Священном Писании постоянно говорится о страхе Божьем. И святые отцы постоянно говорят о страхе Божьем. Сам апостол Павел имел такой страх. Вот. Чтобы понять, что такое страх, о каком страхе он говорит, что это не нечто, так сказать, недостойное свободного человека, да, вот мы прочитаем сейчас еще одно параллельное место у апостола Павла, где он о таком страхе говорит и поймем, о чем, что он здесь имеет в виду. Итак, давайте откроем первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот. Здесь особенно важна вторая часть стиха. «Проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Еще раз можно это место? Вот. То есть, здесь явно отсутствует слово «боюсь», но оно подразумевает. То есть, боюсь, что проповедуя другим, сам я окажусь недостойным. По мыслям из златоуста апостол Павел именно о таком страхе и говорит. То есть, страхи казаться недостойным. То есть, страх Божий – это не рабский трепет перед наказанием, а страх Божий – это боязнь оказаться недостойным. Вот. Поэтому, когда мы читаем о страхе Божьем, вот, то это опасение быть недостойным Бога. Вот о каком страхе идет речь. Повсеместно в Священном Писании. Вот. Ну, поскольку здесь еще и слово «трепет», то, опять-таки, поскольку все-таки слова эти сильные в обиходном нашем использовании, они предполагают именно бояться и трепетать, да, страшиться и дрожать. Вот. Дрожат страх, а бой, значит, садеет в свое спасение, если буквально почитать это место. Нет, конечно. Святые отцы, например, Иоанн Златоуст, объясняя это место, значит, пускается в достаточно длинные рассуждения и вспоминает различные искусства и, скажем, науки. Он говорит, кто сделался без страха, кто выучился грамоте без страха, например. Понятно, что здесь не о каком-то страхе перед домучителем или перед грамотностью речь. И он говорит далее, что здесь вот этот страх противопоставляется не без страши, а лености. То есть страх в смысле внимательности, как бы настойчивости. Вот. Он говорит буквально так. Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подстерегает дьявола, только леность тяготит, нужен нам такой страх, дабы отвратить естественное только нерадение. То при такой борьбе, при таких препятствиях, как можно спастись когда-либо без страха? Понятно, что здесь речь совсем не о трепете идет, то есть не об ужасе каком-то боязни, а о внимательности. Как можно без внимательности выучиться грамоте? Как можно без внимательности и борьбе с леностью стать опытным? Вот о чем речь идет. Поэтому апостол Павел здесь говорит, понимает страх именно внимательности, настойчивость, усердие в содевании своего спасения. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Тринадцатый стих. Значит, здесь по поводу понимания этого стиха есть два мнения. Оба эти мнения Феофан Затворник приводит. Потому что Бог производит вас, хотение и действие. То есть потому что Бог в вас, поэтому вам нужно иметь страх Божий, чтобы не оскорбить Бога, живущего в вас. Феофан говорит так. И всякий грешник есть богоборец, но кто идет против воли Божьей в сердце и совести, понудительно влекущих должному, того богоборства выше несравненной степени виновности. А таковы все христиане. То есть поскольку в христианине Бог живет внутри, христианин принимает в себя Христа, то оскорблять Бога, если вообще человеку непростительно, то христианин и тем более. Такая мысль есть. Но есть еще одно толкование, которое может быть вернее в данном случае. То есть лично о том, что Бог именно в сердце Бога. Ну, Феофан говорит так, что поскольку для всех людей Бог существует, и всем миром управляет, поэтому и для язычника, и для неверующего грешить против Бога небезопасно. Да, то есть... Но поскольку христианин добровольно себя Бога принял, сочетался с Богом, то оскорблять волю Божью, явно совершать какие-то действия, явные грехи, сознавая, что ты уже крещен, что ты есть храм Духа Святого, и тем самым храм осквернять, то это непростительно. Христианин тем более. То есть один из вариантов толкования, здесь как бы предыдущую мысль, страх и трепет, апостол Павел в втором стихе усиливает. Почему, собственно, нужно иметь страх Божий? Потому что для христиан быть бесстрашным и непростительным. Это один из вариантов толкования. Ну, вот как раз он не ссылается ни на кого, он приводит, он не под ничьей цитат не приводит, скорее всего, это его личное толкование. Вот. Но он приводит и другое мнение, опирающееся на толкование, на златоуста. То есть, если понимать 13 стих продолжением слов со страхом и трепетом, то вот то, что мы сейчас сказали. Но по златоусту 13 стих относится к слову «Совершайте свое спасение со страхом и трепетом». Как мы уже пояснили, значение слова «страх и трепет» сам златоустых объясняет «внимание и усердие». Он говорит так. Если это будет, то есть «внимание и усердие», то Бог все сделает. То есть здесь скорее не устрашающая мысль, что вы еще, так сказать, сильнее будете наказаны, а другая, что «как я могу задевать свое спасение?» Не бойся. Если у тебя будет «внимание и усердие», Бог сам все сделает. Потому что по своему благоволению. То есть Господь по своей благодати сделает за тебя многое. Златоуст пишет так. «Если будет «внимание и усердие», то Бог все сделает. Дерзай. Бог боюсь, действуя у вас. Посему, если Он сам действует, то мы с Своей стороны должны показывать намерения и благорождать Его. Постоянно твердо, сосредоточенные, неразвлеченные. Не бойся и не изнемогай. Он даст нам и усердие, и самую деятельность, когда начнем действовать. Он даст силу довести дело до конца». То есть здесь мысль ободряющая. То есть имей усердие, а сам Господь своей благодать тебе поможет сделать то, что тебе кажется сделать невозможным. И скорее к этому толкованию склоняются и другие отцы. И это позволяет им, по поводу этих двух стихов, опять-таки порассуждать о очень важной теме о соотношении свободы и благодати в человеке. Но если Бог действует, то тогда в чем мое-то действие? Если Бог действует во мне, Он меня спасает, не я себя спасаю. Святая Церковь рассуждает так. Когда мы говорим о том, что человек пришел в глубину зол, кого мы в этом виним? Самого человека. То есть сам человек сделал добровольный выбор в том, что стать злым, чтобы пасть. Но когда человек пришел, так сказать, в глубину добра, кто это сделал? Бог за него? Тогда получается, что грешит человек самостоятельно, а спасает его Бог. Так что ли? Нет. Это тоже тогда отнимает человеческую волю. Получается, что Бог нас спасает без нашей воли. Феодорит Кирский очень хорошо по этому поводу говорит. Как пришедший в глубину зол не родит сам, так пришедший в глубину благ чьится сам. Бог действует не потому, что принуждает и преневоливает, но потому, что, находя в нас усердие, усиливает он ее благодатью. То есть здесь выражение действия по своему благоволению это усиление нашего усердия и благодатью Божией. Но без нашего усердия усиливать нечего. То есть не к чему приложить благодать. Поэтому апостол Павел говорит, со страхом и трепетом, то есть внимательно, усердно содержать свое спасение, и тогда Бог его своей благодатью поддержит и усилит. То есть здесь не угроза, а именно ободрение христианам. То есть как я при вас, вы так действовали, так и без меня. Продолжайте действовать так же, надеясь на то, что ваши действия Господь не оставит без своего внимания. То есть здесь именно отеческий совет, а совет учителя своим ученикам. Не думайте, что когда меня нет, у вас ничего не получится. Все получится, если будете стараться. То есть, ну вот, может быть сложно написано, но мысль на самом деле очень простая. Наверное, учитель часто и родители своим детям такие вещи говорят. То есть мы еще раз говорю, что это именно послание филипийцам, это письмо. Письмо любящего отца своим детям. Поэтому вот такие здесь часто выражения используются. «Все делайте без ропота и сомнений». 14 стих. Тоже на самом деле очень простое и понятное выражение, но стоит о нем поговорить. О чем, что такое ропот вообще? Ропот по-гречески, здесь даже во множественном числе, это постоянное ворчание. Человек, который ропщик, постоянно думает, ну вот, погода сегодня опять плохая, вот опять вот это надо делать, опять что-то невкусное мне досталось, опять эта работа ненавистная и так далее. То есть человек вроде бы делает, но постоянно ворчит, постоянно недоволен. Вот о каком ропоте вы говорите. То есть в общем понятном состоянии. Часто мы такие вещи сами делаем. Ну, потому что по-японски тут написано «цубуяку». Ну, а цубуяку – это как твиттер, то есть это просто что-то, ну, говорите все, но нет нюанса, что ты недоволен. Ну, интересно, как давайте это посвятитель Николая. Как мы говорим, слово «освятитель Николая». Вот подготовили такую. А это сон, нет, это сон написано. Я только не могу найти это. Веда-сан, извините. Цубуяки на то, что такое, сей-кио-кай-яку, что такое такое? Урами-гото. Урами-гото. А, урами-гото. Ну, это вот. Да, урами-гото. Вот это здесь все точнее. Почему? Потому что только мы сейчас привели пример, это относится к нашей повседневной, обыденной жизни. Теперь предположим, что слово «роптание» здесь, разумеется, он говорит о жизни христианской. Ропот к чему относится? Вот опять надо поститься, вот опять надо молиться, вот опять надо исполнять заповеди. И Златоуст говорит, что ропот в таком случае есть дело рабов, непризнательных и бесчувственных. Почему? Поскольку они трудятся для других, поскольку работают на других. А там, кто собирает для себя самого, от чего роптать. Христианин-то, когда исполняет заповеди и трудится в церкви, он собирает собственное достояние, а не делает это просто для кого-то. Вот поэтому ропот, состояние постоянного ропота, это рабское состояние. Недостойно христианина. Вот здесь апостол Павел об этом говорит. Это во-первых. И второе тут словечко, сейчас разберем. Вроде бы работает, но при этом... недоволен. Да, недоволен постоянно. И второе слово, значит, в русском сомнение. В японском там какое слово? Сейчас. Сейчас. 14-й стих. Утагай. То есть сомнение. Да, сомнение. А вот у свителя Николая какое? А, ну, Вера сам. Утагай его, на это. Утагай. Утагай. Значит, в оригинале греческом стоит слово диалоги с МОМ. То есть, как бы, внутреннее собеседование, раздумывание. Вот. По-славянски размышления. Но это и размышления не в смысле, как бы, мыслительная деятельность, а именно постоянное, как бы, сомнение, колебание. Надо ли эти заповеди исполнять? А будет ли от них толк? Вот. И прочее. Не стоит ли это оставить дело? Стоит ли за него браться? Вот. То есть, вот такое состояние. То есть, в этом слове содержится не только сомнение, но вообще колебание мыслей любое. Вот. И Феофан Затворник говорит, что здесь апостол Павел что, собственно, запрещает? То есть, как должен делать, как должен свою жизнь проводить христианин? С охотой, с удовольствием, радостью, живо. Браться за дело с жаром. А тот, кто колеблется постоянно и размышляет о себе, тот ни тепл, ни холоден. Вот. То есть, он ничего, как бы, он не движется вперед. Он лишен смелости. То есть, Феофан Затворник так говорит. У кого решимость тверда, тот с жаром берется за всякое дело. Как только сознает, что оно хорошо, ему предлежит его делать. Он ревнует ревностью жаркою. А раздумывающий, то есть, сомневающийся, ни тепл, ни хладен, и все посмотрит, нельзя ли, как уволить себя от дел. Не раздумывай, иди смелей. Хотя бы труд предлежал, хотя бы скорб, хотя бы другое что, не рассуждайте. То есть, не сомневайтесь. Вот о чем здесь говорит. То есть, здесь апостол Павел, как раз, опять-таки, обращаясь к своему мнению, говорит, будьте смелее, действуйте, энергичней, а не из-под палки. Опять-таки, это наверняка тоже к 12 стиху относится, что меня нет, поэтому, ну да, будем тянуть лямку, но вот, то есть, не лямку мы тянем, мы как христиане, наоборот, мы делаем очень важное дело. Поэтому, колебания, сомнения, роптания, прочее, в этом деле, они просто само дело портят. Мы от этого тогда никакой пользы не получаем. То есть, мы складываем куда-то этот прибыток вроде бы, но тогда все это бесполезно, все наши посты, молитвы, если все это так вот делается. Вот смысл слов апостола Павла. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». 14 стих. А, простите, 15 стих. «Неукоризненными и чистыми». Значит, «Чтобы вас не в чем было укорить, и чистые» здесь буквально слово «беспримесные». Вот, сразу на ум приходит образец золота, который очищается огнем от всяких примесей. «Чтобы вас не было никаких чуждых нехристианских элементов». То есть, нехристианским элементом в данном случае является вот это роптание, дело не из-под палки. Не должен быть христианин таким. Он должен быть неукоризнен, то есть, уверен быть в правоте своего дела и действовать так, без сомнений и колебаний. И далее. «Чадами Божиими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода». Поскольку все мы единый род человеческий, то все мы происходим от Адама. И вроде бы христиане выглядят, как все прочие люди. Но, как пишет Феофан Затворник, «Вы, хотя живете среди других людей от Адама, происшествия, но по духовному вы совсем другой род. И как другой род, то другими вы должны являться и в жизни». То есть, правила жизни должны быть другими, хотя выглядим мы как все люди. И он приводит пример, как, допустим, воспитанные дети, благородных родителей окажутся в толпе простолюдинов. Их видно все равно по поведению. что они по-другому воспитаны. Так и христиане. То есть, вы должны быть другими. И не смешиваясь с элементами этого мира. Вот о чем здесь Апостол Павел говорит. Вот и Апостол Павел дает тоже яркий, понятный образ, как светило в мире. То есть, ночь, неведение, развращение этот мир покрывает. И вот как в этой ночь ночи сияют звезды, как в обычной ночи сияют звезды на темном небе, так и христиане должны выглядеть, как звезды, сиять своей чистотой и неукоризненностью среди развращенного рода. Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. 16 стих. Содержа слово жизни, то есть, храня слово Евангелие. Словом жизни здесь Евангелие называется. И говоря о похвале себе, в чем, собственно, похвала состоит? Что образовал таких учеников и так твердо их поставил, что они прибыли твердыми до конца. То есть, то, к чему призывает Апостол Павел здесь в этих стихах. То есть, это послужит похвале моей. Но далее, в день Христов, то есть, в день Страшного Суда, что я не тщетно подвязался. Вот это место читается иногда по-другому. Ни что я не тщетно подвязался, то есть, что не напрасно я трудился, вы будете моим оправданием. Здесь, это место читается, потому что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. То есть, я действовал так, именно для того, чтобы вы были моей похвалой. То есть, здесь не как бы, ну, Два варианта. Не посрамите меня, не подведите меня, вы будете моей похвалой. Нет, здесь твердая уверенность, что я не напрасно трудился, образовав из вас таких людей. Здесь двоякое, может быть, чтение. Греческий текст позволяет и так, и так это место читать. Здесь по японцам как раз однозначно именно в положительном смысле. Вот, да. То есть вот Феофон Заторник говорит, можно после в похвалу мне в день Христов ставить точку, как в нашем славянском переводе и якобы переводить не что, а потому что или ибо, ибо я не вообще тех и не вообще трудился. Да, то есть здесь там, поскольку нет никакого знака припинания, как стих разбивать, это зависит уже от читателя. Вот, и здесь может быть два таких программы чтения, да. То есть оправдание как бы жизни апостола, то есть вы явитесь моим оправданием в день Христов. То есть, что жизнь моя была прожита не зря. То есть здесь такой вариант позволяет вот так толковать. Второй гораздо сильнее сейчас. Вот, и так, точку где ставить? Да. Значит, содержа слово жизни, похваляемый в день Христов, что я не тщетно, это мы сейчас разъяснили. В день Христов точка, ибо я не тщетно подвязался, не тщетно трудился. В таком случае получается не, что ученики явятся оправданием жизни апостола Павла, а наоборот, надежда на спасение у учеников появляется именно потому, что апостол Павел не тщетно подвязался и не тщетно трудился. То есть он шел с определенной твердой уверенной целью, он знал, куда шел и знал, куда их вел. Поэтому не бойтесь, я знал, куда вас вел. И поэтому и вы будете оправданы в день Христов. То есть нюанс, смысл меняется, совсем здесь другой нюанс. То есть не как бы обращение того, что вот хотя бы вас я спас, хотя бы вы меня оправдаете, а наоборот. Не колеблитесь, не ропщите, не делайте из-под палки, делайте бодро и уверенно, потому что я знал, куда вас вел. То есть меняется интонация текста, она уже не простительная, а наоборот, ободряющая. Ну вот в греческом там именно, где ставится точка. Там, да, но толкователи скорее считают, что, ну вот, наверное, читать надо во втором варианте. То есть славянский текст предполагает именно такое чтение. Толкование от точек зависит, где поставить точку. Кознеть нельзя помиловать, да? Ну вот это тот самый случай. Но если я и садел, и жертвую за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А тем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. 17 и 18 стихи. Вот сначала обратимся в выражение на слова, внимание на слова «радуюсь и сорадуюсь». Вот, то есть чему апостол Павел радуется здесь? Радуется тому, что направил своих учеников на путь спасения. На оправдание в день Христов, на путь оправдания в день Христов. Вот я радуюсь не только сам, но и сорадуюсь тому, что вы на этом же пути. Однако этот путь без жертвы не бывает. Мы читали в предыдущей главе, где апостол Павел говорит о том, что мы только читали это место, что суд еще не принял решение. И есть даже люди, которые действуют так, чтобы осуждение апостола Павла было более тяжким. Вот поэтому саделывая жертвы, скорее всего, вот здесь именно это апостол Павел имеет в виду. Но при этом он нисколько себя не жалеет. Наоборот, он радуется этому. Так что если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение верой вашей, за то, что вы сами становитесь жертвой Христовой, я тоже становлюсь жертвой. То есть я нисколько об этом не жалею, наоборот, я этому радуюсь. То есть парафраз такой мысли, то если и приходится мне терпеть при проповеди и подвергаться смерти, я этому рад. С радостью то переношу и буду переносить. А выражение о жертве, за жертву и служении верой вашей, то есть жертву называют приведение к Христу. То есть он как бы приводит их как агнцев в жертву Божию. То есть все, что он делает, это служение Богу. Потому что жертвоприношение это дело священника. Апостол Павел священник. И здесь в каком-то смысле можно сказать, что жизнь христианская это жертвоприношение. Хотя жертвоприношение это дело болезненное. Но апостол Павел не скорбит по этому поводу, а наоборот радуется и сорадуется. Их же призывает. И вы о том же радуйтесь, сорадуйтесь мне. Не скорбите о том, что я становлюсь жертвой за проповедь, за то, что меня могут казнить. Об этом не плакать надо. А наоборот радоваться, поскольку сам я так же радуюсь. То есть выражение радуйтесь со мной. То есть здесь опять-таки слова ободрения, утешения. Апостол Павел нисколько не скорбит о своей судьбе. И христиан филиппийских призывают к тому же. И если вам придется претерпеть тоже, стать жертвой Богу, радуйтесь. Вот такой смысл этих слов. Это конечно простым людям непонятно. Конечно, нехристианам это непонятно. Потому что любое, все, что сопровождает христианская жизнь, когда мы не остаемся верными своим убеждениям, вызывает страдания. Потому что мир противится этому. Поэтому мы находим среди рода строптиво и развращенные. Будем жить так же строптиво и развращенно. И будет нам хорошо. Мы будем так же, не будем терпеть ничего. Но как только мы попытаемся сохранить верность Богу, сразу начнутся искушения. А искушение, соответственно, это больно. Вот это страдание. И в конечном итоге они могут привести и к смерти, и к заключению, и к тюрьме, и ко всему. Апостол Павел был к этому готов. И по этому поводу не скорбел. Он знал, что идет верным путем. И он не тщетно подвязался. Вот и не тщетно трудился. И поэтому его итог жизни, тюрьма и смерть, это не поражение, а жертва Богу, который он всю жизнь шел. И поэтому он говорит, что по этому поводу ни я не скорблю, ни вы не скорбите. Это непонятно миру. Мир не к этому призывает. Мир призывает к успешности, к достатку, к довольству и так далее. Все религии обещают своим последователям сплошные блага. Только христианство говорит, в мире скорбнее будете. Христос говорит. Но дерзайте, я победил мир. Ни одна религия так честно людям не обращается, как христианство. Не обещает им, не дает ложных надежд. Все будет хорошо, если мы будем подчиняться князю мира, сего дьяволу. Тогда все будет хорошо в этом мире. Но Христос говорит, что этот мир – это обман. Вот поэтому здесь нас ждут страдания. Вот апостол Павел об этом здесь говорит. «Надеюсь же в Господи Иисусе вскоре послать к вам Тимофей, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». 19 стих. Значит, в отрывке с 19 по 30 стих, по конец второй главы, апостол Павел говорит о тех людях, которых он собирается послать к филиппийцам. И здесь речь идет о апостоле Тимофея, верном собрате и ученике апостола Павла, также апостоле, которого он, узнав о ваших обстоятельствах, то есть от кого? От Ипофродита, который пришел к нему из филиппов, а теперь он намеревается послать Тимофея Филиппы, чтобы и мне узнать о ваших обстоятельствах и утешиться духом. «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». 20 стих. «А посылаю я Тимофея к вам, потому что он любит вас так же, как я». То есть мысль тоже простая. Никто так же, как я, к вам не относится, как он. Вот поэтому именно его, как вместо себя, я и посылаю. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. «А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании». 21-22 стихи. Ну, в 21 стихе, может быть, чрезмерно сильно, да, все. Все имеется в виду, конечно, не то, что все эгоисты, и кроме Тимофея нет никого. Имеется в виду все те, кто были в это время с апостолом Павлом, то его окружали. То есть не могут они бы с таким самоотвержением служить Христу, как это делает Тимофей. Поэтому, как самого усердного, я посылаю его. Потому что всем остальным просто страшно. Вот, и разумеется, апостол Павел, если бы они были не христиане, скажем, или не братья, не стал бы их держать при себе. Но, к сожалению, послать больше некого. Вот, только Тимофей. Тимофей. А Тимофей, а вам о нем известно, что он мне, как сын Отцу, служил в благовествовании. Не просто угождал, а трудился со мной, как апостол. И так, я надеюсь, послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. 23-24 стихи. Вот, таким образом, послание Тимофея, как бы, посылая Тимофея, он еще и честь делает филиппийцам, да, то есть, такого верного слугу. То есть, он остается сам без вот такого вот собрата, и как сына своего родного отправляет к ним. Вот, но отправляет не потому, что, сам пишет, отправлю, как только узнаю, что будет со мной. То есть, какое решение вынесет суд, что обо мне определять дальше. Вот, посылает не потому, что сам не надеется их увидеть больше. Вот, а желает поскорее, как он сказал в 19 стихе, узнать о том, как у вас дела, утешиться духом. Сам же я твердо уверен в Господе, говорит Тимофей 14, что сам скоро приду к вам. Вот, об этом мы уже с вами говорили, когда читали, какой там стих был в первой главе, 26 стих, при вторичном моем к вам пришествии. То есть, мы тогда, когда читали стих, говорили, что, вероятно, апостолу Павлу было все-таки откровение, что не казнят его. И поэтому он был в этом уверен. Поэтому и здесь он, в утешении филиппийцам, говорит, я твердо уверен, что сам скоро приду к вам, что решение суда будет положительным. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошло слух о его болезни. 25 и 26 стихи. Тимофей он намеревается послать, как только будет известно решение суда, а до этого он намеревается послать имени Епофродита. Вот мы уже говорили с вами, что о нем мы знаем фактически хоть что-то только из этого послания. В других местах в Священном Писании Епофродит не упоминается. Но здесь он назван сотрудником и сподвижником моим. И мы говорили с вами, когда читали первую главу, что по сей димости он был епископом города Филиппы или одним из пресвитеров. Поэтому сотрудник в проповеди, соответственно, в основании филиппийской общины, один из самых виднейших лиц. Именно его апостол Павел отправляет. Почему раньше он не мог отправить? Потому что он тяжко болел. Причем болезнь, как дальше в 27 стихе говорится, была очень тяжелая. Был фактически при смерти. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Ко всему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались. Я был менее печален. 27-28 стих. Болен при смерти, но Бог помиловал его. Но я думаю, что не будет большой натяжкой предположить, что помиловал по молитвам апостола Павла. Потому что не просто же апостол Павел смотрел, как Ипофрадит болеет, воду ему подносил и прочее. Наверняка молился за него. Апостол Павел об этом не говорит, но я не думаю, что наше предположение является чем-то невероятным. Что именно по молитвам апостола Павла Ипофрадит от тяжкой болезни выздоровел. Почему? Для того, чтобы не приложилась мне печаль к печали. Печаль, разумеется, то есть мы не должны забывать, что при всех, что не был он забит в колодки, апостол Павел, что тем не менее, что положение в Риме было без печали. Все-таки это заключение тюремное. Несмотря на то, что допущенные люди к нему. И чтобы еще и смерть Ипофрадита не приложила ему печаль к печали, об этом он молился, и Господь его молитву услышал. Господь Ипофрадита помиловал и оставил от одра болезни. И поэтому апостол Павел, как только Ипофрадит выздоровел, скорее послал его, что увидев его, снова возрадовались. То есть апостол Павел здесь не о том беспокоится, что сам лишается верного сотрудника, а о том, что наконец-то филиппийцы увидят Ипофрадита, которому уже и отчаялись, что он в живых остался. Вот и далее здесь есть важное место. Я по-русски, я был менее печален. Вот как это место по-японски? Это вот где? Самый конец, чтобы вы возрадовались, а я был менее печален. Симпайо я урангеру, кота гадекеру. Ну, то есть, чтобы я меньше волновался. Вот тут дело в общем. Тут, значит, в славянском стоит слово, чтобы я был беспечален. Сейчас я это место найду. Да, я аз беспечален прибуду. То есть, чтобы я не печалился. В оригинале, в греческом, как раз стоит выражение «был менее печален». Вот, то есть, совсем беспечален я не буду в любом случае. Но печали моя будет меньше. Вот здесь об этом апостол Павел говорит. Вот я почему на это, да, на это хочу обратить внимание, что Златоуст по поводу этого места говорит, что душа его никогда не была без печали. То есть, никогда он не был, он совершенно спокоен не волновался, был бы спечален. Вот, потому что уже в послании Коринфян говорит, кто изнемогает, я не изнемогаю. То есть, речь идет о христианском сострадании. То есть, это не противоречие в славах апостола Павла, когда он чуть выше говорит, что радуйтесь, и я сам радуюсь, сорадуйтесь мне. А теперь говорит, что я буду менее печален. Вот, это нормальное состояние христианина, когда человек печалится за этот мир, печалится за своих учеников, волнуется, переживает. Но когда речь идет о его собственной смерти, то он этому радуется. Вот, потому что делает добровольный выбор в пользу этой смерти, в пользу того, чтобы умереть за Христа. То есть, здесь он как раз, вот, Златоуст на это место обращает внимание. Оно, это важные, важные нюансы. Ну, в японском как раз, вот, Симпайо реагирует на смягчение волнений. Да. Смягчение, но неполное. Неполное, да. Ну, вот, это элементы. Вот в русском, к сожалению, ну, в русском тоже есть, а вот Златоуст, да. Может быть, мы просто пропустим это место без внимания, но на этом застрять внимание, что здесь нет противоречия. Ну, вот, да, то есть, дело в том, что мы эти слова, как бы, употребляем, вот это волнение и беспокойство в таком, как бы, мирском, может быть, в большей смысле. То есть, это некое состояние неудовлетворенности. Здесь не об этом, скорее, речь идет. Ну, для примера, вот пример святых православных, у которых не может быть, в общем-то, причин для неудовлетворенности, поскольку здесь как раз они живут так, как учат апостола Павла, радостно, бодро идут по пути Христову. Не колеблются, не ропщут. Какая может быть неудовлетворенность в таком состоянии? Поэтому здесь печаль имеется в виду печаль за мир. Старец Силуан, афонский старец Силуан, святой XX века, который, ну, прожил удивительную жизнь, и Господь ему дал дар бесстрастия, то есть, очищение от страстей, очищение сердца, непрестанную молитву, очень быстро, за его, очень, такую ревность и тяжелые труды по устижанию этой молитвы. Он по ночам молился за весь мир и даже за сущих в аде. То есть, за людей, которые находятся по своим грехам уже в аду. Даже за них молился. Вот. При этом, то, что он переживал в такой молитве, он сам описывает в своих записках, он говорит, что молиться за мир – это кровь проливать. Поэтому, когда святые плачут о мире, печалятся о мире, это не от состояния беспокойства и какой-то внутренней удовлетворенности. То есть, это печаль не признак их личной неспасенности, да, потому что все-таки апостол Павел часто употребляет даже печаль по миру, да, мирская печаль, то есть, вот именно это греховное состояние, такая печаль, уныние, оно, это близко к этому. Вот здесь нет, здесь именно печаль апостола Павла не о себе, а себе-то он радуется как раз. Вот, то есть, он описывает именно то состояние, которое после него повторили сотни тысячи христианских подвижников. То есть, пребывая в полном покое, радости общения с Христом, в них одновременно живет печаль за этот мир, за весь мир, за все страдающее создание, которое далеко от Бога. Поэтому менее печален он станет по той причине, что обрадуются его близкие христиане, филиппийцы. Но совсем без печали он не останется, потому что помимо велипийцев еще весь мир в грехе лежит. Род с тропью и развращенный, это ведь не констатация собственной святости и праведности, в том смысле, что я рад, что все они такие, а я как светило в мире. Я-то сияю, а они там все в грязи. Наоборот, это христианину причиняет боль и скорбь, что все остальные в грязи, что мы не должны так жить, нельзя так. Вот поэтому вот об этом здесь. Поэтому часто наши слова просто не достигают понимания того, что переживают святые подвижники. «Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизни, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». 29-30 стихи. Итак, «примите его со всякой радостью». То есть это понятно. И далее. «И таких имейте в уважении, таких, как Епофродит». То есть те, кто потрудился для Христа даже до смерти. И вот здесь тоже Иоанн Златоуст очень интересную мысль высказывает. Как всегда, у него неинтересных мыслей не бывает. Потому что, наверное, действительно, его называют учителем вселенной, потому что никто так глубоко в текст не проникал, как он. Он говорит, что мы должны почитать за мучеников не только тех, кто жизнь за Христа отдал из-за отказа поклониться идолам, но и тех, кто дело церковное, дело служения церкви, делал даже до смерти, их тоже можно считать мучениками. Тут он говорит так. «Если же для служения Павлу предавал себя на смерть, то тем более сделал бы сие для проповедей. Или лучше, умереть для Павла было то же, что и для проповедей. Ибо не только за непринесение жертв идолу можно получить венец мученический, но и такие случаи делают мученикам. И если должно что-либо назвать удивительным, то последний случай более, нежели первый. Ибо кто за меньшее дело решается на смерть, тот тем более решится за большее. И посему и мы, когда видим святых в бедах, то не будем щадить себя. Ибо нерешительный никогда не может сделать ничего благородного. Кто заботится о безопасности здесь, тот необходимо лишается ее в будущем». То есть, исполняя дело Христова, настолько усердно, что даже он в болезнь впал. То есть, понятно, что он заболел не потому, что какой-то вирус у него случайно проник, а потому, что не щадил себя. Это работало так, что уже, так сказать, до изнеможения. А работа, казалось бы, ведь не сам он проповедовал, а просто доставлял необходимый апостол Павлу. Но тем самым он служил для проповеди. То есть, всякое церковное дело, делаемое с усердием, даже вот до такого, оно приносит человеку венец мученический. То есть, вспоминая о древних мучениках, вот нам бы оказаться в их положении. Можем оказаться, если будем делать Христово, делать усердно. И Златоуст об этом говорит, что это путь как раз к стяжению венцов мученических. Не жаляйте себя для дел церковных. Какое бы это поручение ни было, просто отвези продукты апостолу Павлу. Он повез деньги. Заболел, наверное, на этой дороге. И здесь апостол Павел говорит, такие, то есть, как он, вот таких надо принимать со всяким уважением, потому что он как раз достоин похвалы, как мученик, фактически. И поскольку с третьей главы там начинается новая тема, я предлагаю сегодня на этом закончить. Звучит музыка. Звучит музыка.